здравствуйте друзья рада вас приветствовать на моем канале сегодня будем готовить вот такие замечательно хрустящие трубочки с яблочной начинкой сезон ароматных яблочек поэтому я решила с вами поделиться вот этим рецептом рецепт очень простой готовится из доступных ингредиентов поэтому следует на этот рецепт обратить внимание приступаем к приготовлению и для сегодняшнего рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты для теста нам понадобится мука растительное масло у меня подсолнечное масло без запаха обычная вода комнатной температуры немножко сока лимона щепотка соли и ванилин в большую миску просеиваем муку немножко оставлю муки чтобы домешивать тесто муку добавлю щепотку соли перемешали сюда добавлю немножко ванилина центре сделаю углубление залью сюда растительное масло и воду и сюда добавлю немножко лимонного сока приблизительно одну столовую ложку это все перемешиваю сначала ложкой потом нужно будет замешивать тесто руками добавлю оставшуюся муку домешиваю тесто на столе около пяти минут у нас должно получиться гладкое эластичное тесто и тесто жирное получается я тесто вымесила вот до такого очень гладкого состояния теперь его нужно поделить на части у меня получилось 23 кусочка теста каждый по 40 по 42 грамма нужно скатать кусочки теста красивый шарик получилось 23 кусочка теста сверху накрою пленкой и оставлю отдыхать 15 минут пока тесто отдыхает мы сделаем начинку для начинки нам понадобятся следующие ингредиенты яблоки сахар у меня коричневый сахар если нет у вас можете взять обычный белый сахар соки цедра лимона у меня пол лимона и корица если не любите корицу можете не добавлять сначала очищаем яблоки я кожицу удалять не буду просто удалю сердцевину у меня вот такие очень твердые яблоки яблоки натру на крупной стороне терки теперь сюда натру цедру лимона и добавлю сок лимона это приблизительно 2 столовые ложки сок лимона желательно добавлять чтобы начинка не потемнела сюда добавлю корицу и добавлю сахар количество сахара возьмите на ваш вкус это смотря какие яблоки если они сильно сладкие то конечно сахар добавлять надо совсем немножко если кислые как у меня я добавлю чуть больше добавлю допустим 4 я добавлю 4 столовые ложки сахара потому что у меня яблоки очень кислые значит вы можете добавить или изюм или разные орехи или разные цукаты как вам хочется я решила в начинку добавить одну столовую ложку кукурузного крахмала чтобы из трубочек сок яблок не вытек начинка выпустила достаточно много сока поэтому думаю что крахмал тут необходим начинка готова теперь берем по одному кусочку теста и формуем яблочные трубочки скалкой пользоваться нет необходимости если хотите то можете а так можно растягивать тесто пальцами на край теста кладем начинку количество начинки тоже корректируйте на ваш вкус но много начинки тоже не стоит класть в тесто потому что во время выпечки она может порвать тесто с краев тесто подвернем внутрь и скручиваем рулет вот такие трубочки получаются постарайтесь тесто не сильно тонко растягивать потому что потом она порвется печем трубочки в заранее разогретой духовке температура духовки 180 градусов нам понадобится приблизительно 25-30 минут но это опять же посмотрите по своей духовке духовки разные пекут по-разному трубочки сверху я ничем смазывать не буду при желании можете смазать яичным желтком или яйцом вот так поставлю и после выпечки уже трубочки посыплю сахарной трубочки испеклись она это понадобилось около 40 минут некоторые из них выпустили немножко сока но это совсем немножко поэтому обязательно в начинку добавляйте крахмал обязательно желательно кукурузный крахмал потому что у картофельного крахмала после вкусе чувствуется в начинке оставлю на столе дома стыть сверху посыплю сахарной пудрой и можно уже попробовать вот так из очень простых ингредиентов у меня получилось вот столько вкусных хрустящих ароматных трубочек вот так выглядит трубочка внутри много начинки мало тест очень хрустящая хрупкое тесто получилось это тесто очень похоже на штрудельное тесто поэтому попробуйте обязательно это очень вкусное тесто оно не сладкое и с этим тестом можно готовить такие трубочки не только со сладкой начинкой но и можно туда положить мясную начинку, картофельную начинку, овощную начинку Так что можно экспериментировать. Если хотите готовить такие же трубочки, но не сладкой начинкой, то в тесто не добавляйте ванили. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, обязательно нажав на колокольчик, чтобы получить уведомления о моих новых видео. А на сегодня у меня всё. Увидимся в других видео. Субтитры сделал DimaTorzok